В современном мире так много онлайн-игр, и все они так похожи друг на друга, что отличия временами приходится искать с лупой. Поэтому выход любого проекта, который не пытается повторить всё то, что мы и так сто раз видели, уже событие. Сегодня мы расскажем вам об одной такой не самой обычной онлайн-игре. Она появилась в Корее в 2010-м и за два прошедших года успела покорить Японию, Китай, Тайвань и Северную Америку. Совсем скоро в неё можно будет играть и на русском языке. Сегодня информационно-развлекательный портал игры Mail.ru и FXA Studio представляют вам эксклюзивный видеоанонс этой онлайн-игры. Называется она Dragon Nest. Создатели Dragon Nest всю жизнь занимались играми для консолей. Так что по первым задумкам игра должна была быть консольным слэшером. Однако за несколько лет разработки концепция изменилась. Создатели Dragon Nest сделали основную ставку на онлайн, но и от первых идей не отказались. В результате игра превратилась в ядрёную смесь многопользовательской ролевой игры и слэшера, а самой сильной её стороной стала боевая система. Боевая система Dragon Nest довольно сложна. От слэшера игра переняла боёвку без выделенной цели, так что здесь невозможно спокойно выделить врага и неторопливо запулить в него огненным шаром. Во время драки всё время приходится вертеться, как у жу на сковородке. Удобнее всего играть в Dragon Nest, используя обычный джойстик, поэтому особое внимание игре стоит уделить фанатам хороших консольных слэшеров вроде God of War или Devil May Cry. Если вы к ним не относитесь, ничего страшного, вы тоже сможете играть в Dragon Nest. Только выберите предварительно подходящий именно вам уровень сложности. Всего в игре их пять. Первый — для тех, кто только осваивает игру, а вот на пятом потребуется команда из четырёх хорошо одетых и умеющих играть персонажей. Основу геймплея Dragon Nest составляют пробежки по многочисленным подземельям, лужайкам и прочим интересным местам, где вас с нетерпением ждут разнообразные монстры. В конце подземелья нужно убить главного босса. Или несколько боссов, которым помогают монстры помельче, если бы выбрали пятый уровень сложности. После прохождения подземелья в максимально сложном режиме команда получает ключи на доступ в самые интересные и потаённые уголки игры, так называемые «несты» или по-русски «гнёзда». Здесь обитают самые страшные боссы — древние драконы, мантикоры, минотавры и прочие чудовища, которые должны пасть от вашей руки и оставить вам кучу сокровищ. Кроме подземелья, в игре есть необычные способы развлечься, что-то вроде испытаний. Например, специальные ресталища, где вы должны выдержать нападение нескольких волн монстров от слабеньких до весьма серьёзных. В центре арены находится статуя, и если враги до неё доберутся, испытание провалено. Или вот задачка на скорость. Попробуйте-ка пройти полосу препятствий, когда на каждом шагу поджидают ловушки, как в фильмах про Индиану Джонса. Не уложитесь в заданное время — не получите приз. Для тех, кто любит драться не с компьютерными, а с живыми противниками, Dragon Ness станет настоящей находкой. Здесь есть множество классических PvP-режимов. От поединков между персонажами до войны за захват контрольных точек. Есть и парочка ни на что не похожих. Например, весёлый зомби-мод. Правила просты. Один из игроков становится зомби и должен перекусать остальных. Те отстреливают со святой водой, но если их покусали, сами превращаются в зомби и начинают бегать за бывшими товарищами. Самый же интересный, на наш взгляд, режим боя — уравниловка. На арену выходят два игрока, и их параметры моментально становятся одинаковыми. Да-да, полуголый персонаж с плохо оструганной доской в руках по силе оказывается равен рыцарю в алмазных латах со сверкающим мечом. Выиграть сможет тот, кто лучше знает своего персонажа и умеет мастерски им управлять. Этот режим только для самых суровых мужчин, которым не нужна никакая дополнительная экипировка, чтобы доказать, что они лучше всех. Проведя пару боев в ПВП, вы устанете и захотите отдохнуть. Для этой цели в Драгон Нест есть фермы. У каждого, даже самого сурового персонажа, может быть такой вот сад с прудом. Здесь растут фрукты и овощи, а еще здесь можно посидеть с друзьями на бережку и выловить рыбку другую. Потом плоды трудов можно поджарить или сварить, кому как больше нравится, и взять с собой в очередной поход. Драгон Нест входит в категорию онлайн-игр, которые с пониманием относятся к тому, что у вас есть личная жизнь, работа, учеба и друзья. Даже самые сложные испытания, даже самые потаенные подземелья не потребуют от вас многочасового сидения за экраном. И хотя эта игра лучше всего подойдет для тех, кто давно и плотно играет в онлайн-игры, побегать в ней и получить удовольствие от режимов зомби или рыбалки сможет каждый. На этом редакция Игр Мейл.ру заканчивает наш предварительный рассказ об игре. Более подробный разбор полетов ждите после релиза. Всем Драгон Нест, пацаны! Субтитры подогнал «Симон»!